всем привет это обзор на Reebok Aztrek 93 размер как всегда я взял 12 стандартный и вот в таком цвете цветов было выпущено очень много мне больше всего нравились фиолетовые но к сожалению я не смог найти данные кроссовки в таком цвете как вы видите тут есть рефлектив и вроде рефлектив подобной изнутри и с внешней стороны присутствует абсолютно на всех цветах которые я видел на лично вот что могу сказать про эти кроссовки я их не носил на улице я их носил только дома потому что у меня очень много кроссовок я тупо не успеваю все носить вот стиль к сожалению не смог отодрать она сильно приклеена но могу уверенно сказать что размеры тут абсолютно стандартные скорее всего стилька будет где-то 30 метров в длину да в этом плане вы можете не сомневаться и брать просто свой обычный американский размер я как вы видели в начале видео взял 12 как и обычно беру своих видосах я обычно показываю размер везде он 12 что странно я взвесил эти кроссовки и то ли левая то ли правая пара весит на 5 грамм больше а именно 370 и 375 грамм в принципе не удивлен кроссовки достаточно легкие вот как видеть еще тут есть рефлектив вот вот я удивлен что кроссовки настолько легкие то есть это легкие относительно винтажных достаточно не маленьких кроссовок допустим те же пума фандер спектра они будут как я видел тяжелее они больше чем 500 грамм весят в таком же абсолютно размере хотя вроде бы и размер у них один тот же и внешне у них примерно одинаковые габариты это удивляет меня вот внутри и выполнен применен точнее такой приятный очень материал конечно не так настолько приятны как на инбешках 997 их которые вам показывал в своем обзоре но в принципе тут тоже хороший материал дальше такой протектор достаточно городской я бы сказал универсальный все какая-то технология касающиеся чисто резинки еще применена такая технология в подошве типа мартизованная это напоминает то что применяет помоя себя тройномик вот я не знаю насколько данная технология похожа на технологии dmx от этой же фирмы и бык мне кажется вообще разные технологии в данном случае в данных кроссовках как раз кида на технологии которые тут виде сот применена напоминает ту же самое по ощущениям абсолютно ту же самую технологию в пуме они в рыбок других там где есть dmx и как по мне хоть и эти кроссовки абсолютно хорошие классные удобные и эмортизации тут как для винтажных кроссовок вполне стандартная в смысле хорошем смысле стандартная никаких нареканий никаких проблем нет что касается и стабилизации и эмортизации и в принципе в них комфортно но технологии dmx а именно в модели которые я приносил дмx дайтона очень отличается в лучшую сторону все таки dmx мне показались поприятней на голову выше в плане комфорта но и те кроссовки и стоят дороже я это что касается dmx дайтона именно не аппарату модель есть конечно же у либок модели подешевле даже подешевле чем эти кроссовки которые я вроде показывать мы на канале вот тоже какие-то dmx и вроде те которые выпущены для love style а на каждый день там тех пар таких беговых корней нету но и там тоже есть технология dmx я не знаю насколько отличается от классической модели дайтона dmx именно как применили ее но в принципе там было очень комфортно но что касается этих кроссовок абсолютно не их могу вам советовать если вам понравились эти кроссовки на вид если вы нашли эти кроссовки в том цвете который который вам понравился то смело можете брать а брать абсолютно свой стандартный размер и вы не прогадайте на этом думаю все можете задавать дайте кроссовки вопросы возможно если я их и дальше буду носить где-то через полгода год я на них сниму уже полноценный размер обзор точнее спасибо за просмотр всем пока